Всем привет! С вами Олеся, на канале Готовим Дома. Сегодня рецепт из моего детства. Будем готовить любимый кекс моей мамочки. Рецепт проверенный, продукты простые и готовится быстро и легко. Если вам понравится этот рецепт, напишите пожалуйста в комментариях «Хочу кекс» или «Хочу пирог» и я буду снимать для вас больше таких видео. А чтобы не потерять рецепт, поделитесь им с друзьями и подружками в соцсетях. Для кекса понадобится сливочное масло, здесь у меня 160 грамм. Я заранее достала масло из холодильника, оно полежало при комнатной температуре и стало вот таким мягким. К маслу добавляю 200 грамм сахара, это 2 стакана. И для аромата добавляю ванильный сахар, у меня сахар в таком пакетике, здесь как раз чайная ложка. Беру миксер и взбиваю масло с сахаром до пышности. Взбиваю примерно 1-2 минуты. Масло мягкое и очень легко взбивается. Готово. Вот так пышненько взбили масло. К маслу кладу пачку творога, здесь у меня 260 грамм. Творог можете брать любой жирности. Мама для кекса старается покупать жирный творог, она берет 9%. Раньше мама протирала творог через сито, а теперь старается брать однородный творог в пачке, чтобы не нужно было делать лишнюю работу и чтобы ничего не нужно было протирать. Взбиваю творог с маслом еще минутку. Посмотрите, какое пышное и воздушное получается тесто. И теперь самое время добавлять яйца. По одному добавляю в тесто 2 яйца и каждый раз перемешиваю миксером. Перемешиваю второе яйцо. Теперь беру 300 грамм муки. Где-то примерно половину муки насыпаю в ситечко. Добавляю в муку пакетик разрыхлителя. Это 15 грамм или 2 чайных ложки. Перемешиваю вот так. И просеиваю в тесто. Сначала смешиваю тесто с половиной муки, а потом добавляю оставшуюся муку. Так тесто легче перемешивается, чем если добавить всю муку сразу. На весь кекс у меня ушло ровно 300 грамм муки. Это 2 стакана без 1 столовой ложки. Объем стакана 250 миллилитров. И смотрите, вот такое тесто у нас получается. Оно довольно густое, таким оно и должно быть. Всыпаю изюм. Я его уже промыла и обсушила. Вообще в кекс можно добавить не только изюм, но любые сухофрукты. Курагу, сушеную вишню, можно орешки добавить, какие любите. Мы иногда еще трем цедру с апельсина или с лимона прямо в тесто. Тесто тоже очень вкусно и ароматно получается. Все перемешали. И вот такое тесто получилось. Все готово, осталось только подготовить форму. Можно застелить ее пергаментом, а я смажу форму растительным маслом. Вот так. Хорошенько смазываю дно и бока. Приготовь, поделись, подпишись. Теперь обсыпаю мукой. Лишнюю муку просто стряхиваю. И получилась вот такая форма. Такой способ подготовки формы еще называют французская рубашка, если я не ошибаюсь. Выкладываю тесто в форму и разравниваю. Духовку я уже разогрела до температуры 180 градусов. Выпекаю 50 минут. И так как все духовки разные, температуру и время выпечки я даю ориентировочные. Готовность проверяю деревянной шпажкой. Она должна выходить из пирога сухой. Этот кекс получается довольно большой. Хватит на всю семью. Поэтому для выпечки я беру большую форму. Размер моей формы 12 на 30 сантиметров. А высота 7 сантиметров. Этот кекс готовила моя мама. А теперь и я сама с удовольствием готовлю его для своей семьи. Его очень любят муж и дети. Муж к чаю или кофе. А дети лопают с молоком. Кекс, можно сказать, тает во рту. Получается очень нежный и вкусный. Благодаря творожному тесту он совсем не сухой. Одним словом, это очень вкусная творожная выпечка. И это тот самый рецепт, который запасливой хозяюшке стоит иметь в своей кулинарной тетрадке с любимыми рецептами. Сахар в этот пирог вы можете добавлять по своему вкусу. Это зависит от того, сладкоежка вы или наоборот следите за количеством сахара в ваших тарелочках. Так что рецепт очень удачный, друзья. Обязательно приготовьте, я уверена, он вам понравится. А если вы любите готовить и вкусно покушать, тогда подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые вкусные рецепты. Новые видео на канале выходят 2 раза в неделю. И чтобы не потерять рецепт, поделитесь им с друзьями и подружками в соцсетях. Желаю вам приятного аппетита. С вами была Олеся, на канале Готовим Дома. Пока-пока и скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»